Мы все равны. Независимо от языка общения, расовой принадлежности, физических и умственных способностей. Но иногда дети с особыми потребностями просто не могут вписаться в быстрый темп жизни и требования стандартной школьной программы. Именно поэтому существуют центры инклюзивного образования, в которых работают специальные педагоги. Один год, и потом дальше я пришла, и уже пять лет. Но просто испытываешь радость, когда видишь, что ты чему-то научил того ребенка, который уже не мог ничего до сих пор. И как бы все думали, что он уже ничего не сможет. И когда он начинает читать и писать, и выполнять задания, испытываешь просто радость и удовлетворение от этого. В нашем ресурсном центре 19 детей. Они все разные, у всех разные потребности. И надо стараться эти потребности хоть в какой-то мере удовлетворить. Каждому нужно оказать внимание, заботу проявить. Они прибегают к нам сюда, в этот уютный кабинет, со всеми своими бедами, со всеми проблемами. Поэтому для этого нужно очень много терпения. А самое главное, нужно очень любить наших детей, потому что они это чувствуют. Пусть у нас не самые большие успехи в учебе, но нас радует любой результат. Я считаю, что самое главное – помочь нашим детям адаптироваться в обществе, чтобы они чувствовали себя в жизни необделенными. Центр инклюзивного образования в лице Александра Пушкина – лишь один из девяти, которые действуют в районе Басарабяска. Для работы с особыми детьми нужны и особые условия, и дополнительные методические пособия. Поначалу я, когда пришла, этот ресурсный центр был очень беден. В нем не было ничего. И просто приходилось ходить по райисполкому, по примари, просить, заходить во все кабинеты. И нам практически никто не отказывал в помощи. Каждый помогал, чем мог. А сейчас нам очень большую помощь оказывает организация «Фидбэк». У нас есть волонтер Неллия Богдан, которая написала проект, который называется «Искра надежды». И с помощью этого проекта из ресурсного центра мы этим детям предоставили канцтовары для того, чтобы они смогли обучаться в школе. Для того, чтобы обсудить проблемы детей с особыми образовательными потребностями и перспективой их обучения, в лицее был организован круглый стол, на который были приглашены представители психопедагогической службы района, педагоги, члены неправительственной организации «Фидбэк», учащиеся. Сегодня у нас была организована масса ротунда с тематикой «Идукация инклюзива» и «Перспективы», практические инклюзивы, где мы видели, как работают кадры дидактические сприджин, вместе с кадры дидактические институты. И мы видели, какие проблемы их обучениях. Одним из главных выводов, которые сделали для себя участники встречи, было то, что никто не имеет права лишать ребенка образования просто потому, что они такой, как все. Я считаю, что все дети должны учиться вместе, так как у каждого ребенка одинаковые права на образование и на то, чтобы быть частью общества. Конечно же, у них должна быть другая программа образования, то есть по-другому все, но должны учиться в одной школе с обычными детьми. Бенефициарами психопедагогической службы района являются 145 детей с особыми образовательными потребностями. 30 из них обучаются в группах, которые созданы в центрах инклюзивного образования. 12 ребят с серьезными нарушениями здоровья находятся на индивидуальном обучении.